Если мы перед собой поставим задачу за ближайшие 5 лет повысить в два раза количество занимающихся видом спорта и повысить в два раза нашу, скажем, успешность в спорте высших достижений, медалей и так далее, то что у нас является самым большим ограничителем? Бассейны, которых какое-то количество есть и новые пока никак не строятся, потому что нет той законодательной базы и той системы, которая бы заинтересовывала. И тренеры сегодня, которых для того, чтобы подготовить тренеров такого уровня, как мы хотим, надо 10 лет. То есть вот так вот взять и сказать, ребята, давайте, не получится. Те тренеры, которые есть, они работают согласно нашего законодательства, у них есть тарификация, и вот у него есть два мастера спорта, и у него благодаря этому уже есть 100 часов нагрузки или 150 часов нагрузки, и больше ему никто не даст никакого спортсмена. Хороший тренер должен работать с 20-30 спортсменами, мы видим мировой опыт, то есть мы можем нашего одного тренера в 40 раз лучше использовать, для этого только надо создать справедливую систему оплаты труда, логическую систему, а в отдельно взятом виде спорта мы это не сделаем. Теперь, что касается бассейнов, точно так же, тренеры взяли себе по 2-3 спортсмена, они знают, что эти 2-3 спортсмена не будут олимпийскими чемпионами, но для зарплаты они им нужны. Но для того, чтобы для зарплаты их мотылять туда-сюда в этом бассейне, ему надо 6 часов бассейна. Соответственно, то самое дорогое, что у нас есть, но вместо того, чтобы этих двух ребят отправить куда-нибудь в американский университет учиться, а на место их взять 40 детей, и этот же тренер будет тренировать этих 40 детей, но мы не можем это сделать, потому что мы опять же связаны теми тарификационными сетками, надбавками, категориями, классификациями и так далее. Витископ. Спортивное видео.